друзья всем огромный привет вот решила записать видео для вас мои объемы вышитого за то время которое отсутствовал вот еще нашла милл хилл я его прикрыла тоже вышелся у меня за этот период времени вообще когда я уехала из украины у меня был только один семплер вот этот вот с розами без пялец без ничего без тонка абсолютно без это это было все один только сэмплер я взяла больше я ничего не успела взять с собой это вот уже потом я вернулась в конце марта в киев и мне нужно было взять документы нужно было взять рабочий компьютер моего мужа потому что мы уезжали без ничего практически нижнее белье что-то было ценное у меня сложено до этого многое вообще позабывала потому что потому что муж несколько дал пять минут для на сборы как-то так это все внезапно было он пришел из офиса и сказал у тебя есть ровно пять минут мы уезжаем сейчас уже был вечер я говорю я за пять минут не соберусь мы начали ругаться очень сильно говорю хотя бы 15 минут мне надо вы понимаете в этой суете бегая из одного в угол другой и абсолютно ничего не делала потому что это была паника как-то так давно не записывала видео девчонки вы понимаете какой причине у нас война в украине я сейчас нахожусь в европе муж у меня из канады как вы многие можете знать и оставаться было просто нереально это было его решение и мне пришлось просто вот послушаться своего мужа и уехать тем более что ребенок постоянно был в ванной у нас из-за того что у нас сирены эти были бешеные просто вот я решила не быть эгоистичной какой-то мере подумать о ребенке подумать мужа и ну и смысл бы оставаться если ничего я не смогу сделать только ждать молиться и надеяться и как-то поддерживать своих близких тоже том числе родители мои сейчас запорожье они не хотят никуда уезжать во первых даже если бы мы их взяли к себе они языка не знают просто стать друг на друга смотреть многие возвращались и когда я вернулась в конце май-марта в украину я была удивлена и шокирована сколько человек возвращалась и когда я спрашивала этих людей почему по какой причине многие просто сказали могут посидели мы пять недель у кого-то дома и все ну и дальше там одна женщина была в возрасте она говорит я языка не знаю пойти работать куда я пойду работать уже силы не те в общем у каждого разные были причины почему люди возвращались я возвращалась еще раз повторюсь для того чтобы конечно муж мой был в шоке от этого решения как раз тот такой горячий момент но у меня остановить было невозможно так как он у меня увез я говорю что практически ничего с собой не взяла схватила вот сэмплер тут потом когда мы остановились во львове у лили она мне дала пяльцы она мне дала наборы чтобы я вышивала и это был такой для меня момент конечно да бог вам всем встретить таких людей ну вот потому что меня это как-то так поддержала и когда я приехала сюда я не могла смотреть на этот сэмплер у меня были одни воспоминания немножко вышивала конечно его потом плюнула думаю возьму набор высшую который мне лили надала потому что мне хотелось красок не тут не тот сюжет я взяла так вкратце и даже не знаю как то так я поверхность на субборно говорю потому что мысли роятся я если бы собиралась записывать видео наверно бы еще несколько месяцев отсутствовало к чему я это все говорю я когда записывала первое свое видео у меня была одна цель найти себе какие-то знакомых по хобби может быть какую-то подружку даже мечтала в тайне завести да вот но в итоге у меня к счастью уже не одна подружка по вышивке с кем тому же и друзья по жизни сегодня я решила записать видео потому что может быть кого-то я отвлеку от мыслей которые сейчас у нас в украине от войны от этой я смотрю только новость я вышивку старалась как-то пару раз посмотреть у меня это не получается вот а потом решила все хватит может думаю как то так я сама отвлекусь когда видео буду записывать и кто-то может быть я даже уже не говорю по поводу вдохновения сейчас единственной мысли отвлечься кстати до розы данной я записывала вышивала когда были сирен у нас в киеве и теперь у меня вообще эта работа у меня столько с ней ассоциации памяти я боюсь за нее браться я не знаю что мне делать с этим сюжетом то он у меня в пожаре погиб теперь война и я еще слышала него очень хорошие ассоциации с этим сюжетом других девчонок ну короче я теперь не знаю что мне делать пока что лежит вышивка хочется к ней приступить я как раз начала знаете так кайфовать от каждого крестика мне уже все равно было что там я потеряла не потеряла ой на самом деле людей не такое он теряет жизни сейчас на самом первом месте и всегда они были вышивка то такое можно вышить еще раз но сами понимаете когда такой кусок большой ты вышивала и столько времени потратила и вообще сейчас у меня с этой войной все поменялось абсолютно я на много вообще закрываю глаза уже не так реагирую естественно нас это всех всех переломила и переругала перессорила мне кстати только один человек из россии написал блогер я нереально благодарна и для меня это очень очень важно больше никто никто практически там какие-то подписчики у меня были парочку писали что-то в основном там то гадости пишут то еще что-то а именно слова поддержки у меня только были ну вот так конкретно от одного человека ну ничего зато нас это все сплотило и девчонки из украины вышивальщицы более дружелюбные мне кажется стали вообще мы не только вышивальщицы я когда на поезде ехала из запорожья во львов второй раз когда я поехала маму увидеть и там тоже у меня были документы которые мне необходимы были просто вот не за как я могла их там оставить почты отправлять не дай бог потеряется это все ну как бы не восстановить и это это для меня было очень важно вернуться туда на самом деле я про них забыла когда увидела своих родителей и уже когда уезжала я самый последний момент вспомнила почему я туда приехала потому что у меня было несколько часов увидит своих родителей я не могла надолго быть в запорожье в киеве мне было несколько дней но все эти дороги меня конечно вымотали мне кажется я вам говорю что я постарела лет на сто на себя смотреть зеркало страшно сейчас того что ночи бессонные они не прошли просто так не просто бессонные ночи они стрессовые были и я сидела на таблетках у мужа была он их иногда пил когда длинные перелеты были чтобы отключить себя мне эти таблетки были необходимы просто чтобы вот как-то спать спать и всегда с телефоном мне это так бесит или раздражает но по-другому никак я уже так долго говорю ну в общем решила вернуться к вышивке потихоньку и я вам сейчас покажу работы которые у меня вышились я даже не знаю читательный комментарий или нет потому что я сейчас никому не угожу и все будут искать во мне может быть опять друга а может быть просто будут ненавидеть за то что просто я есть спасибо девочкам которые записывают видео потому что иногда я просматриваю опять-таки нет у меня нет у сил смотреть полностью все видео всегда отвлекаюсь на новости на какие-то еще события но жить продолжается и я жду нашей победы я жду что враг от нас уйдет естественно мы теперь вряд ли будем друзьями к сожалению к сожалению потому что это рассорила очень многие теперь наверное поколение даже простить это будет нереально мне крайней мере ну давайте покажу вам свои работы и так это набор называется sunset или dimension старый панорама вот такой вот сюжет мне подарила лиля это панорама южно-западная панорама по дизайну лоренс макки размеры вы можете видеть сейчас это набор я вообще не видела никогда до тех пор пока не встретилась лилии вот номер 13 600 660 вышивается он на шестнадцатом каунте дав грей аида любимая димовская аида я даже не стирала еще работу потому что я лишний раз их стараюсь не травмировать но постираю потом и вообще это американский дим с ним нужно быть немного поаккуратней потому что ниточки линяют да вы можете видеть французские узелочки я даже не разравнивала только что так от утюжила по-быстрому потому что чтобы желание мне не пропало записывать видео и вообще времени не очень так много и опять таки эти ремонты если вы слышите ну простите дорогого момента и возможности может и не быть до вышила год свою букву л дизайн на самом деле такой простой скучноватый временами но вот эти вот краски они мне нужны были потому что я вам говорю еще раз я хотела отвлечься вышивая вот этот белый сэмплер ну как белый белыми нитками вот у меня уже довольно таки много выше то сейчас солнце такое видите сколько я наверное уже приближаюсь к половине вот вышивать не могла мне хотелось каких-то вот красок хотелось чего-то простого у меня не было даже и выбора я же говорю что либо этот набор либо вот этот вот нилечко еще дала вот тоже я тут нитки разобрала уже это тоже старый дим sunset тогда он назывался ранний снег дизайн по роберту волтону вот я уже ниточки разобрала и буду вышивать вскоре потому что для меня это очень важно чтобы эти наборы были вышиты во первых это память во вторых это огромная благодарность и да я это очень ценю всегда буду помнить всегда вот вот так бэкстича не то чтобы много но он есть по сравнению с вот дизайном early snow ранний снег вы можете вот просто посмотреть на превью сколько тут мало бэка и много полукреста этот намного будет легче вышиваться у меня набор даже не знаю когда я каждый день хочу его приступить вышивать но хочется и хвосты тоже свои которые я привезла из киева потому что во первых у меня не было органайзера то есть я как-то так таким дедовским методом можно сказать организовывала свой процесс но тут цветов достаточно чтобы использовать органайзер и быстрее вышивка у вас была продвигалась сочные краски вот эти вот зеленые красивые желтые вы знаете я не очень люблю вышивать а вот сиреневые это мое это мое ну и конечно же конце было круто вышить французики чтобы преобразилась работа в общем панорама она небольшая но и не маленькая то есть это средний размер ну вот руку мою у меня рука крупная ну давайте даже с мелхиллом сравним да вот так вот а почему я начала мелхилл потому что когда ехала в запорожье мне хотел что-то вышить кстати станок я же с собой да привезла и пяльцы и вообще взяла что-то самое необходимое большинство наборов которые начатые естественно я не могла с собой взять полностью весь свой вышивальный шкаф вот ну взяла что смогла потому что в приоритете были вещи которые которые были цены для работы для жизни и для существования вот ну а вышивку все равно в тайне я взяла даже свои неоформленные работы те что были оформлены они все остались в украине не знаю какая будет их судьба ну поэтому вы знаете я стала относиться ко всему по другому на первом месте это удовольствие от любого дела которое вы делаете и количество давно у меня уже не волнует поэтому даже знаете смотря на свои объемы того вышитого думаю ну и вот и что и что я многое пропускала много могла увидеть это сто процентов я не буду лукавить но все равно вышивка в моей жизни очень важна потому что когда бывают такие моменты ну ничего не хочется уже не гулять ни с кем не общаться хочется и не знаешь что поэтому я вышиваю получаю удовольствие вспоминая какие-то моменты своей жизни иногда вот печалюсь и вышиваю мне становится как-то лучше потому что мелкая моторика она все таки имеет свойства исцеления вот ну это что касается этой панорамы вот остатки ниток я потом хочу либо подобрать аиду с другого набора и схема у меня осталась хочу отдать лили обратно потому что ну это ее набор вот мне бы хотелось чтобы она тоже его вышила и я хочу еще найти остатки моих каких-то наборов и нитки тоже добавить чтобы они ну чтобы ей было чем вышивать вот то же самое буду делать с этим набором ранний снег к сожалению у меня немножко порвалось вверху превью ну думаю ничего страшного ну вот то же самое будет отшито и подобрано потому что у меня очень много остатков надеюсь что я даже вот этого момента когда я смогу ими воспользоваться ну и давайте чтобы вас не отвлекал задний план этой работы покажу вам мелхилл то есть он был был третьим в моей жизни да это вот вторая работа у меня еще ведьмочка вышитая это просто я вам хотела показать для весеннего такого настроения сейчас весна может быть кто-то ищет что-то такое вышивать не знаю как будет видно ну вот ну вы видели это в прошлом моем видео позапрошлом вот что касается мелхила вышивался он довольно таки ну просто я могу сказать это вот номер вы можете видеть это я бы не сказала что какой-то раритет или что-то вообще новый набор какой-то я когда покупала свои мелхиллы я просто выбирала то что мне нравится также когда я начинала собирать коллекцию Dimensions я вначале купила только те наборы которые мне в первую очередь понравились и это был один из них от мелхилл да тут конечно пришлось немножко заморочиться с бэкстичем потому что тут он такой белый и длинный но в принципе было намного интереснее вышивать чем это мой первую ведьмочку из больших мелхиллов потому что у меня еще санки вышиты самый первый мой наборчик но он такой маленький а вот из таких вот полномасштабных можно сказать это вторая первая ведьмочка это вторая третья работа от мелхилл ну мне понравилось вышивать конечно долго и так как у меня нет пяльца я не хотела все эти системы придумывать ну во-первых я в таких была походных условиях походных условиях больше всего мне нравится пуговички пришивать и тут вот и тут вот и да в общем теперь нужно как-то отфотографировать если честно даже фотографировать нет желания у меня есть ранние мои работы на камере которые я запечатлела и даже вот нет желания просто это все перенести в компьютер и выложить в инстаграм но я буду этим заниматься потому что я хочу себя тоже как-то отвлекать надо надо приходить в себя но я знаю что это еще займет не один год тем не менее как это хочу себя отвлечь этим занятием ну и что еще у меня взяла я с собой когда была в запорожье ланарты всегда его хотела вышить очень очень давно еще кстати остатки мои от мелхила вот тут потому что у нас в европе нитки дорогие dmc вы с нами знаете сколько по-моему порядка полтора евро если не больше вот поэтому я на всякий случай вдруг мне понадобится конечно жалко что у меня нет сейчас карты dmc подбирать ну пусть будут это теперь сокровище тут пока что так это у меня ирисы они ирисы анимоны наверное вот такая вот работа я как-то вы знаете сейчас канал особо не веду и очень рада что я вернулась к вышивке одного процесса но иногда вот за того что не записываю видео никакой нет ну не мотивации ну во-первых конечно состояние туманное состояние стресса и тут уже не до наборов и не до чего другого но думаю может быть как-то если поменяю и цвета хотела как-то сменить то там не хотелось и короче ну начала я вышивать ну я же отметила центр видите вот по стрелочкам ну с центра начала а на схеме центр не так он отмечен вообще где-то так вот вверху центр то есть надо центр совмещать по схеме давайте я может быть как-то надо я все обрезала конечно я вам просто сейчас покажу то есть схему я я максимально все даже превью не брала чтобы как-то минимизировать свои объемы всего в общем это вот тут был центр половина схемы вы видите что крестиком где отмечена центр он нет не по центру вот нет это вот центр именно сейчас вас запутаю схемы но вот она была разрезана вот тут она состоялась в двух частей это была верхняя часть тут был переход или переход там на другой части короче я начала центр вот там где было условно по схеме мне фактически в итоге мне надо теперь это все распускать распарывать ну как-то так полетела у меня эта работа я вам передать не могу кстати вот вышивается я думала будет в одну нить нет в две нити и в одну отдельные значки то есть тоже будьте внимательны слонарты есть свои какие-то нюансы вот но мне очень хочется вышить этот сюжет и может быть как-то буду разбавлять вот сейчас мишек вышиваю ну вот сэмплер тоже как-то надо вышивать просто у меня столько воспоминаний с этим сэмплером и мне не хочется к нему приступать только лишь потом вот я сегодня опять начала вышивать у меня слезы накатились и как-то так ну и все пошло поехало но надо там все равно заканчивать начатое надо хвостики тоже свои вышивать и да я вот к чему да вот мы очень много покупаем как-то отвлекаем вы знаете с одной стороны это правильно потому что нужно себя тоже как-то радовать но когда это переходит пределы какие-то но у меня однозначно это все перешло я не жалею я не жалею ну надо как-то более разумно на это все смотреть и сейчас даже вот я не покупаю ничего нормально себя чувствую закупаю другие вещи все равно более таки необходимые для жизни ну и вот давайте поближе посмотрим мои розы данны вот сколько у меня вышилось за тот период ну так в общем я вам показываю с Юськой сидела я вышивала с моей хорошенькой сейчас она с моей сестричкой потому что мы остановились тут у друзей я не могла слабущую собаку привезти во-первых во-вторых ну как мы бежали я думала нам не разрешать собакой ехать вот ну и плюс мы очень маленькие взяли с собой чемоданчики ну вот буквально у Даниэля был рюкзачок с его какими-то вещами ну и все а у меня у меня был маленький чемодан ну вышивку если бы я взяла меня бы наверное муж прибил если бы увидел что я в такой момент беру свою вышивку но сэмплиер я схватила ладно теперь мишки мишки у меня начались в прошлом году был перевыпуск такой был солнечный день я помню села на лавочке открыла этот набор когда только пришла с почты и думаю надо же его начать ну и начала и потом забросила а теперь думаю нет дорогая ой надо продолжать это все вышивать и буду потихоньку его заканчивать тут на самом деле левая часть она более активная а вот правая тут много полукреста вы видите вот тут вот очень много ну вот тут тоже достаточно его будет красивый сюжет это медовый мишка он такой был раритетный когда я его получила я просто не могла себя сдержать забавный сюжет вот вот он оформлен на 14 аиде он вышивается такая приятная она жесткая конечно но мне сейчас хочется какой-то легкости у меня есть более сложные работы я ее буду вышивать потом сейчас мне нужно как-то так себя отвлекать и на самом деле сюжет не совсем сложный тут главное уделять времени побольше и делать бэкстич по ходу потому что ну так он тут присутствует вы знаете очень странно я редко вышиваю обычные наборы от Dimensions больше я люблю gold ну потому что он более серьезный такой но эти мне сейчас доставляют такое удовольствие что ну я думаю почему бы и нет они у меня все равно куплены они у меня все равно есть их тоже надо будет когда-то вышивать вот все-таки я Дима немало вышила еще буду вышивать конечно ну вот так вот отдаленно вам покажу объем ну потихоньку потихоньку я говорю что буду начинать что-то новое но надо продвигать обязательно хвостики чтобы ой не дай бог вам конечно даже не хочу говорить этот момент когда ты понимаешь какие у тебя объемы всего ну хорошо что они есть вот но тем не менее вы знаете когда у тебя набор не открытый когда у меня куча органайзеров уже еще просто взять с собой набор намного легче чем когда он начатый потому что ну тогда это уже становится очень много всего ну вот короче ну а с другой стороны какая разница что так хочется набор взять с собой что готовая работа вот у меня тут еще куча разных взятых с собой процессов ну в принципе все давайте на этом будем закругляться я довольно таки долгое видео записала еще раз девчонки может мальчишки меня смотрят будем держаться будем ждать наши победы и я даже еще не знаю что сказать мы победим обязательно это конечно дается нам очень тяжело по всем моментам потому что никогда не думала что на нас нападет наш сосед наш брат но у нас война война сейчас я жду когда мы сможем вернуться домой все обнять друг друга и начать жить заново естественно это навсегда останется в памяти у меня у ребенка моего мы когда заходим в маленький супермаркет иногда с утра купить ему кое-что в школу покушать иногда бывают песни такие как сирена он такой мама сирена на меня такой смотрит бешеными глазами это всего лишь радио я не думала что он так будет реагировать но дети они очень чувствительны к этому ко всему и берегите их по возможности еще раз я вам желаю всего наилучшего мы встретимся с вами вскоре потому что я буду стараться себя как-то мотивировать на видео и может быть недели начну вышивальные не знаю как это дальше будет но я хочу вернуться к записи видео чтобы как-то как-то себя отвлекать и вас тоже пока мои хорошие до новых встреч 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 до новых встреч